Добрый вечер! В эфире новости 45 в студии Елена Волкова. В ближайшие полчаса наши корреспонденты познакомят вас с информацией о событиях в Зауралье. И сейчас коротко основные темы выпуска. Мы были первыми десантниками, одних из первых. Которые были преданы этому десантному делу. Мы научились хорошо прыгать с парашютами. Первые среди лучших. Бойцы ВДВ отмечают свой праздник. Праздник выбирается в чтении года. Потом команды уже формированы. Те спортсмены, кто попадает на Минкельский игрок, выезжают от сборной команды России или в другой страны. Как поехать на Олимпиаду? Зауральский теннисист зарабатывает путевку на мировые игры. Мы ведем направление в нашей селекционной работе. Уведением и сортов ранней спелой группы, и средней спелой, и поздней спелой группы. Последователи Мальцева. Семеноводы Курганской области удивляют аграрии. Я начал купаться здесь с 23 числа, апреля. Апреля здесь, вон там, всегда, всегда. Свежо предание довериться с трудом. В Ильин день и на пляжах много отдыхающих. Крылатая пехота, голубые береты. Так называют бойцов-десантников. Сегодня самые суровые войска отмечают свой праздник. Традиционно зауральцы, служившие в подразделениях ВДВ, встречаются у памятника погибшим в локальных войнах. Вместе с ними память боевых товарищей минутой молчания почтила Юлия Васильева. Татьяна Попова ждала из армии сына-десантника три года. Рассказывает маленький Илья, видя дедушку-прапорщика с раннего детства мечтал стать военным. И когда пришло время служить в Одине, он выбрал ВДВ. Очень трудно. Очень-очень трудно. Это можно только понять мать солдата. И которые действительно, дети бывают не матерям дороги, другим как-то не так. Я вот всегда в армию сыну посылала, пойду, куплю, сколько денег есть, конфет, килограмм 6, 8, 10. До 10 посылку разрешали. И чтоб всем хватило, всем посылала всегда. На празднование Дня ВДВ Татьяна пришла с внуком. Женщина играет военные песни для бойцов, пришедших к мемориалу погибших в локальных войнах. Вспомнить годы службы в воздушно-десантных войсках и почтить память погибших товарищей пришли курганские десантники разных поколений. От фронтовиков до участников боевых действий в Чечне. Мы были первыми десантниками, одних из первых, которые были преданы этому десантному делу. Мы научились хорошо прыгать с парашютами, даже в тыл могли прыгнуть. История воздушно-десантных войск началась 2 августа 1930 года. Тогда на учениях военно-воздушных сил под Воронежем на парашютах высадилось подразделение десантников в составе 12 человек. Более 80 лет голубые береты по всей России поздравляют друг друга с профессиональным праздником. Каждый год в этом празднике все больше и больше принимает участие наши молодежи. Для нас, для поколений 70-х, 80-х, для преемников поколений ветеранов-победителей главной основной целью является передать нашим будущим поколениям, нашим сегодняшним детишкам все те лучшие традиции боевые, рожденные на полях сражений Великой Отечественной в Афганистане и Чечне. Гвардейцев-десантников во все времена отличалась сила, мужество и надежность. Это и подтверждают флаги с традиционными лозунгами голубых беретов «Никто, кроме нас». Юлия Васильева, Александр Киселев, Сергей Обалмасов, телекомпания «Регион-45». Армрестлинг, прыжки с парашютом, выполнение фигур в воздухе на самолете. Программа празднования Дня ВДВ продолжилась на аэродроме Логовушка. Для гостей мероприятия выступили курганские солисты и творческие коллективы. А в воздухе свое мастерство демонстрировали летчики и парашютисты. Небольшое представление приготовили и парапланиристы областного центра. Они показали различные фигуры, бочку, штопоры, мертвую петлю. Все желающие могли испытать себя на скорость в сборке автомата Калашникова. Будущий боец ВДВ Михаила Андропов, который занимается в Шадринском военно-спортивном клубе, поставил свой личный рекорд. Собрал оружие за 24 секунды. Сегодняшний праздник. Ну, в общем, мечтаю служить в ВДВ. И этот праздник для меня много значит. Романтика, прыжки, автоматы. За минувшие сутки в Кургане произошло 46 аварий. В двух происшествиях пострадали 6 человек. В 8 часов вечера на улице Пушкина у дома номер 49 в аварии получили травмы 5 жителей областного центра. 21-летний молодой человек на автомобиле Ауди не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ. Водителю иномарки оказана помощь на месте. Его пассажирка, 20-летняя девушка, госпитализирована сотрясением головного мозга. Также пострадали три пассажирки автобуса. Две женщины получили ушибы. Еще одна – перелом. 7 лет лишения свободы грозит директору Катайского профучилища номер 13. Уголовное дело в отношении руководителя образовательного учреждения возбуждено по факту получения взятки. Следствие установило, что в июле 2011 года подозреваемый, находясь в своем служебном кабинете, получил 19 тысяч рублей за выдачу четырех поддельных удостоверений о прохождении им и тремя его знакомыми курсов повышения квалификации по специальностям электрогазосварщики, повар-кондитер. После передачи денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками органов внутренних дел Управления МВД России по Курганской области. В Управлении Министерства внутренних дел завершилась аттестация сотрудников. Милиционеры сдали зачеты по огневой, физической подготовке, боевым приемам борьбы, прошли испытания полиграфом и продемонстрировали знания законодательства. В результате для прохождения службы в полиции на прежней должности рекомендовано 5336 сотрудников. На ниже стоящей должности 83. Нерекомендованные для прохождения службы в органах внутренних дел 16 человек. Отказались от прохождения аттестации 319 сотрудников. Для тех милиционеров, которые до 1 августа находились в служебной командировке на территории Северного Кавказа, было организовано проведение выездной аттестационной комиссии. Коррупция, убийство, преступления против несовершеннолетних. 322 уголовных дела из 350 направлены в суды. Об итогах работы Следственного управления Следственного комитета Курганской области за полугодие расскажет Оксана Савакова. Убийств стало больше, а число изнасилований, наоборот, уменьшилось. За 6 месяцев в Следственный комитет поступило 9205 сообщений о различных преступлениях. По тем, которые не передали органам полиции, возбудили 466 уголовных дел. Из расследованных нами направлено в суд 70 дел об убийствах, из которых 6 совершены при отягчающих обстоятельствах. 28 дел о причине тяжкого вреда здоровью, повлекшего смертью. 29 дел о преступлениях на сексуальной почве. 2 дела об экстремизме. 10 дел по фактам злоупотребления, превышения должностными полномочиями. 17 дел по фактам применения насилия к сотрудникам милиции и другим представителям государственной власти. Ну и ряд других дел. Вдвое больше, чем в 2010-м, в ведомство поступило сообщение о коррупционных преступлениях. По ним возбуждено 153 уголовных дела. Из них 91 дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159-160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступления, связанные с хищением бюджетных средств. 27 дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 285-206. Это преступные злоупотребления и превышения должностных полномочий. 35 дел по преступлениям, предусмотренных 289-292 Уголовного кодекса. Это преступления, связанные с незаконным участием должностных лиц в предпринимательской деятельности, должностные подлоги и преступная халатность. К уголовной ответственности привлекли 18 должностных лиц, 6 сотрудников правоохранительных органов, 12 дел заведены в отношении граждан особого правового статуса, депутатов, глав муниципальных образований, членов избирательных комиссий. Несколько снизилось число преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних. В текущем году их произошло 23. 8 преступных посягательств совершено в отношении подростков, 15 в отношении детей до 14 лет. Одного ребенка убили, трех изнасиловали, с 13 совершали насильственные действия сексуального характера. В отношении еще пятерых зарегистрированы иные преступления на сексуальной почве. Нераскрытым остается одно убийство. Тело новорожденного младенца было обнаружено в феврале в мусорном контейнере. К сожалению, маму не смогли мы установить и обнаружить. Вообще эти дела представляют собой такую повышенную сложность в их раскрытии. Потому что женщины, как правило, которые идут на такие преступления, скрывают беременность. Иногда приезжают из других городов с целью избавиться от ребенка или из сел. Но тем не менее мы работу продолжаем, дело находится в производстве, надежды мы не теряем. В настоящее время за преступления против несовершеннолетних наказания ужесточены. По инициативе Следственного комитета введены поправки в закон. Теперь неважно, знал или не знал обвиняемый возраст своей жертвы. Он все равно будет нести им повышенную ответственность. Также для педофилов исключили возможность условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы. Оксана Савакова, Александр Менщиков, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион-45». Право на тишину и большой красивый двор. Жильцы дома номер 22 второго микрорайона Зазерного выступают против строительства магазина в своем дворе. В ситуации разбирался наш корреспондент. Еще вчера было место для прогулок с детьми и парковки автомобилей. Сегодня все это за деревянным ограждением. Стройка во дворе дома номер 22 вывела всех жильцов из равновесия. Собрания проводят чуть ли не каждый день. Уверены, строительство магазина угрожает их безопасности. Вплотную к участку поставлены газовые системы. Народ весь волнуется, но у большинства дети здесь, значит, раз. Во-вторых, значит, транспорт ставят хозяева свои здесь. Теперь, значит, вот немножко возьми спичку, брось. Раз здесь газ, сегодня выпили, завтра выпили и взорвали наши эти все домики. Все и вылетим. Третий раз будем отстаивать этот участок, признаются жильцы. Сначала предприниматели хотели сделать платную автостоянку, теперь магазин, в котором нет необходимости, считают курганцы. Торговых точек поблизости предостаточно. Еще опасаются наплыва машин. Рядом проезжая часть, а пешеходная дорожка не предусмотрена. Шутят, если будет магазин, придется светофор заказывать. У нас ведь уменьшается площадь детская. Если дети могли вот еще на этой территории играть, то теперь они уже не в состоянии этого делать, по той причине, как это будет загорожено и наша территория. Теперь у нас нет шагового доступа в поликлинику, нет шагового доступа в детский сад, в школу. В департаменте городского хозяйства нам пояснили, участок предоставлен в собственность на законных основаниях. Разрешение на строительство магазина промтоваров выдано 1 апреля 2010 года. Согласно проектной документации, существующие подъездные пути также сохраняются. Однако жильцы 22-го дома не намерены отступать и собирают подписи в прокуратуру, надеясь отстоять участок в своем дворе. Михаил Алимов, Кристина Волковинская, Александр Менщиков, Андрей Бахарев, телекомпания «Регион 45». Чем лучше семена, тем больше урожай. Несколько лет подряд в село Садовое съезжает свой агроном из Уралья и других регионов России. Здесь на базе предприятия «Курган-семена» традиционно проводят День семеновода. Зерно и бобы на зависть другим регионам. В конце 80-х в области была образована научно-производственная система семена. Сегодня это полигон для учебы всех селекционеров страны. Агрохолдинг «Курган-семена» поставляет свои лучшие сорта зерновых в 30 регионов России и Казахстан. На семинаре рассказали о новаторских системах семеноводства, представили сорта, которые будут сеять весной 2012 года. В прошлом году засушливая погода сорта. Одни показали, допустим, влажную погоду, другие сорта. Поэтому вот мы и ориентируем. У нас вот на той неделе будет поездка по госсортовым участкам. Значит, мы еще раз ориентируемся, а зимой проведем ограниченное совещание, дадим рекомендации, какие сорта проявляют, как работать и так далее. А выбор-то, вот сейчас посмотреть, очень большой. От теории к практике. Чуть более 120 человек осмотрели коллекцию конкурсных сорта испытаний. Пшеницу оценили на внешний вид, а горох на вкус. Урожайность, морозоустойчивость, качество. Это все умка. Новый сорт пшеницы назван именем персонажа мультфильма. Он пока на испытательном сроке. А вот сорт «Радуга» хорошо себя зарекомендовал на полях Зауралия и Башкортостана. Курганский научный институт сельского хозяйства не новичок в производстве семян. Мы ведем направление в нашей селекционной работе уедением и сортов ранней спелой группы, и средней спелой, и поздней спелой группы, чтобы данные сорта сочетали и засухоустойчивость, высокий потенциал урожайности, качественное зерно, чтобы было. Придаем большое значение к устойчивости, к болезням. На второй день совещания приедут селекционеры из соседних регионов России и Казахстана. Они поделятся достижениями и присмотрят зауральские виды семян для своих полей. Марина Колпакова, Кристина Волковинская, Александр Менщиков, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион-45». Обновленный состав. Накануне прошло первое заседание избирательной комиссии Курганской области нового созыва. На нем побывала Юлия Васильева. Четыре года прошли успешно, отмечают члены избирательной комиссии области. С основными задачами, подготовкой, проведением выборов, а также контролем за соблюдением избирательных прав, избирком, сформированный в 2007 году, по большей части справился. Без существенных нарушений, никаких замечаний особых в адрес комиссии не было. Комиссия самостоятельно принимала решения, такие, которые в судах не могли быть оспорены. Это говорит о том, что профессионально члены комиссии были готовы. В новом составе комиссии традиционно представители четырех политических партий и трех общественных организаций. Четыре кандидатуры были предложены представительными органами муниципальных образований за Уральем. Две центральные избирательные комиссии России, одна избиркомом области старого состава. Вы сразу же попадаете в очень серьезную перепалку, можно сказать, переделку. Это выборы в Государственную Думу, а там и выборы президента. Но особенность нашей Курганской области еще и в том, что мы, по сути дела, все два выборных дня проводим свои муниципальные выборы, и они тоже носят очень большой резонанс. На первом организационном заседании избиркома тайным голосованием выбрали секретаря комиссии, заместителя председателя и председателя. Им стала Светлана Гулькевич. Я благодарна своим коллегам, и, конечно же, Александру Ивановичу, правительству, и властной думе, и всем представителям здесь политических партий, которые в определенной степени тоже поддержали мою кандидатуру, и всем нашим коллегам, и всем нашим здесь присутствующим, что я на третий срок, в общем-то, выдвинута на пост председателя избирательной комиссии. Срок полномочий вновь назначенных членов избирательной комиссии Курганской области в соответствии с изменившимся законодательством пять лет. Ранее комиссия формировалась на четыре года. Юлия Васильева, Александр Киселев, Сергей Обалмасов, телекомпания «Регион-45». Вопросы межнационального общения во внимании правительства России. Премьер-министр Владимир Путин на встрече с представителями конфессии и национально-культурных и общественных организаций рассказал свое видение межэтнического взаимодействия. В России, по разным данным, проживает от семи до десяти миллионов иммигрантов. Столько же, как и в развитых странах Европы. Чтобы люди могли свободно общаться, в стране создан Общероссийский народный фронт. Это платформа, на которой могут собираться представители разных конфессий и этнических групп, выявлять проблемы и предлагать эффективные способы их решения. Путин предложил создать на основе Народного фронта инициативную группу, занимающуюся межэтническими отношениями. Кроме того, премьер пообещал внимательнее отнестись к вопросу финансовой поддержки национальных объединений. Мы пока до конца еще не закончили бюджет. Посмотрим, что можно сделать. Там не какие-то деньги, наверное, великие. Но, может быть, в бюджете следующего года уже посмотрим на возможность выделения какого-то количества средств для прямой поддержки деятельности национальных объединений. Вот это, видимо, очень важно. Совершенно конкретная вещь. Ну и, разумеется, посмотрим по налогообложению. Сейчас я просто не хочу сбегать вперед. Это вопросы тонкие, чтобы специалисты подумали. Но такое поручение я обязательно дам. Что нужно, чтобы попасть на Олимпиаду 2012 года в Лондон? Сегодня в Управлении физической культуры, спорта и туризма Курганской области прошла пресс-конференция. Тема разговора – судьба спортсмена с ограниченными возможностями Сергея Лимайкина. Рассказывает Михаил Алимов. Каждый наставник желает своему воспитаннику успеха и побед. Три-четыре раза в неделю в спорткомплексе «Зауралец» Виктор Князев тренирует Сергея Лимайкина – спортсмена с ограниченными возможностями. В 1993 году Сергей обморозил конечности. Ему ампутировали пальцы на обеих руках. Виктор возлагает на подопечного большие надежды. Спортсмен 11 раз играл на чемпионатах России по настольному теннису. Теннис – самая подвижная такая игра. Все задействован, весь организм. Мне вообще нравится теннис. Думаю, до конца им заниматься пока смогу. Самое интересное для меня. Однако, чтобы попасть на Олимпиаду, результатов на российских соревнованиях недостаточно. Нужен рейтинг, который повышается за счет участия в европейских турнирах. Только игра на столах Старого Света требует немалых вложений. Рейтинг набирается в течение года. Потом, значит, команды уже формированы в пределах с 1 по 18 место. Уже дают разнарядки по странам. И те спортсмены, кто попадают на Олимпийские игры, выезжают от сборной команды России или с другой страны. Без заграничного рейтинга об Олимпиаде остается только мечтать. Сергей стремится занимать призовые места на всероссийских соревнованиях, чтобы заработать деньги на дальнейшее развитие. Пока в копилке Сергея Лемайкина только шестые места. На сегодняшний день говорить о том, что Лемайкин Сергей является претендентом на попадание в Лондон, ну, по меньшей мере, это преждевременно. Мы будем создавать в первую очередь условия для тех спортсменов, кто является претендентом. Были бы у нас возможности отправлять Лемайкина Сергея по всем заграницам, мы бы это делали, поверьте. Но, к сожалению, наших возможностей на это нет. Виктор Князев не отчаивается и продолжает искать спонсоров. А пока готовит спортсмена к соревнованиям в Рио-де-Жанейро. Михаил Алимов, Денис Мазин, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион 45». Купаться опасно для здоровья. Сегодня отмечается Ильин день – традиционный народный праздник у восточных и южных славян. По поверью, купаться после этой даты нельзя. Почему – расскажем в следующем материале. Пенсионер Владимир Кузнецов и в прохладный августовский день на пляже. Мужчина рассказывает, неблагоприятные погодные условия и холодная вода – не причина сидеть дома и отказаться от купания. Я начал купаться здесь с 23 числа, апреля. Апреля здесь, вон там, всегда-всегда. Ну все, продолжаю пока потихонечку. Ну сейчас все, видимо, не так, потому что экология, да все. Вода теплая. Жителей Кургана не останавливают и народные приметы. Пляжи по-прежнему полны людей, желающих отдохнуть. Многие и не знают, что 2 августа наши предки отмечали Ильин день – такое неофициальное закрытие купального сезона. Купальный сезон оставил следы и на телах отдыхающих в виде загара, и на пляжах в виде куч мусора. Пустые бутылки на песке и в воде нисколько не смущают горожан. Они продолжают загорать и купаться в не совсем чистой воде. Сотрудники полиции проводили множество рейдов по местам отдыха с призывами соблюдать порядок и не употреблять спиртные напитки. Помогло стараний стражей порядка мало. 24 человека утонули, 15 из них были в состоянии алкогольного опьянения. Александр Гришаков, Алина Юрина, Александр Менщиков, Андрей Бахарев. Телекомпания «Регион 45». Норка и нутрия выращены на собственном зверохозяйстве. Только в течение недели в Кургане можно купить качественную шубу по летней цене. Об этом в рубрике «Технология успеха». Готовь шубу летом. Это сэкономит время и деньги. Сегодня в Кургане во Дворце культуры железнодорожников начала свою работу выставка ярмарка меховых изделий «Зимняя сказка». В летний период действуют скидки до 10%. Каждый покупатель найдет товар по вкусу. Гости из Кирова приехали к нам только на неделю, со 2 по 7 августа. Если есть необходимость приобрести изделия с рассрочкой платежа, сотрудники банка проконсультируют вас о выгодных кредитных программах. При себе необходимо иметь только паспорт. Ассортимент товаров порадует своим разнообразием. На нашей выставке представлено более 2000 изделий наименований. Дорогие курганцы, приходите к нам на выставку, и вы будете приятно удивлены нашими изделиями, нашим ассортиментом, нашими ценами. На фестивале меха вы сможете выбрать любое модное и качественное меховое изделие. К такой покупке каждая модница без особого труда подберет классический элегантный или экстравагантный головной убор. Свою продукцию на фестивале представляют ведущие российские произведители меховых изделий. «Зимняя сказка», «Алиф», «Елена», «Прогресс» и другие. Фабрика «Зимняя сказка» предлагает вниманию покупателей коллекцию 2012 шуб из меха-норки, выращенной на собственном зверохозяйстве. Широкий модельный и размерный ряд на любой вкус, возраст и кошелек. Размеры шуб от 24 до 68 включительно. На выставке вас встретят квалифицированные продавцы-консультанты, которые помогут подобрать наиболее подходящую вам шубку. Посетить фестиваль меха можно с 10 утра до 8 вечера. Это все новости на сегодня. Свежую информацию смотрите в утреннем выпуске программы «Новости 45» завтра в 9.00. А я прощаюсь с вами. Приятного вечера. Не пора ли нам подкрепиться? Подкрепиться? Ты как? Подкрепиться? Легко. Техника, которая радует вас. В магазинах корпорации «Центр» супер рассрочка на 33 месяца. С 1 по 9 августа. Хорошо, что мы его взяли. Завтра вместе в кино пойдем. Почему я? Потому что слабые знают цену силе. Знают цену власти. Боюсь, не справлюсь. Поэтому на вас и пал выбор. Смотрите в кинотеатре «Россия». Ну вот, обошли все магазины, а в Селдоме все есть. Присаживайтесь. Угощайтесь и наслаждайтесь скидками 35% в торговой сети «Селдом». Мебель, которая радует вас. Доставили в лучшем виде. Рекламная группа «Курьер» представляет. День знаний 2011. Весь август в журнале «Телесень». В газете «Зауральский курьер». Ищи дисконтные купоны своих любимых магазинов и готовься к отличной учебе. День знаний 2011. Вырезай и покупай. Фестиваль меха в Кургане со 2 по 7 августа в ДК «Железнодорожников». Летние скидки. Здравствуйте. С прогнозом погоды на завтра вас знакомит Арнелла Шигапова. Фестиваль меха в Кургане со 2 по 7 августа в ДК «Железнодорожников». Летние цены на зимние товары. А теперь о погоде. Циклон, пришедший к нам на Урал, и завтра не пропустит солнечный антициклон, образовавшийся на северо-западе России. Так что в регионе опять пройдут дожди, и тучи помешают солнцу согреть остывший воздух. В Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске пройдут дожди. Температура днем плюс 16, плюс 19 градусов. В Кургане ночью облачно с прояснениями пройдут небольшие дожди. Ветер северный, северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12. Днем в Кургане облачно с прояснениями пройдут дожди. Ветер с северной четверти 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21. Атмосферное давление будет слабо расти. 3 августа солнечные активности, геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Их стойкость и целеустремленность может стать примером. Они долгие годы боролись за справедливость и не опустили руки. Речь идет о бывших жителях двух бараков из северного микрорайона. О том, через что пришлось пройти людям, чтобы их переселили, наша сегодняшняя передача. Посмотрите программу «Защита». С вами Константин Пчаков. Здравствуйте. Весна 2008 года. Тогда у соседнего дома обрушилась стена. С того момента мы выдали в эфир множество сюжетов о жителях бараков по улицам Чкалова-3 и Комиссарах-88. Далее трехлетняя история с счастливым концом. Первая встреча с жителями. Надпись «Добро пожаловать в ад» сразу дает понять, что скрывается за этой дверью. Покосившиеся стены, провалившаяся крыша, дырявый потолок. В этом же году дом признают редким. Хотя тогда можно было смело утверждать, что барак находится в аварийном состоянии и жить в нем опасно. Продвижения в вопросах по ремонту дома или расселению жильцов не было и в 2009 году. Состояние бараков ухудшалось, дыры в стенах и потолке только росли. Вывалился потолок. И куда они обращались? Никто, никто к нам не приезжал. Дыра-то увеличивается. Снег у нас валил через всю крышу, прямо на пол сюда. И дождь, и дождь, и все, здесь у нас ребятишки бегают. Ну, поняли, что мы никому не нужны. В 2010-м жильцам наконец-то выделили новые квадратные метры. Они уж было обрадовались, но не тут-то было. Переезжать в скворечники, как их потом назвали счастливые обладатели новых квартир, отказались напрочь. В 20 квадратах общей площади и комната, туалет и кухня жило чуть больше 9 квадратов. Некоторые квартиросъемщики все же переехали. Те, кого, скажем так, ласково попросила администрация города. Уже лет мы за столько лет не заслужили добрую квартиру. Нас с барака выгнали, как говорится, что он худой. И здесь не лучше. У нас даже постираться негде и белье посушить негде. У нас ни балкона, у нас ничего, никакого удобства нет. Вот это гнездышко тут вот все. Какое тут удобство. Вот у нас три человека. И где вот надо находиться? Валяемся на полу, да там, да сям. Переселяться в новый дом отказались 9 семей. Несколько месяцев они держали оборону в прямом смысле этого слова. По постановлению администрации города в бараках отключали электричество и теплоснабжение. Потом его и вовсе обрезали. Все действия были направлены на выживание людей из дома. Но они отстояли. Даже пережили зиму без отопления. Овчинка стоила выделки. В 2011 году людям предоставили другое жилье. В душе трепет все-таки прожили. Немало мы там прожили. И все-таки все разъехались. Все соседи в разных сторонах. Ну, созваниваемся. Встречаемся когда. Все равно воспоминания. Но все равно трепет. Пока Ольга Косолапова не показала квартиру внутри. Сейчас там она делает ремонт. Но пообещала, что как только закончит, обязательно пригласит на новоселье. Сейчас на лицах этих людей не отчаяние, а улыбка. И они этого заслужили. Редакция «Защита» желает всего наилучшего тем жильцам, кто хотел добиться справедливости и шел до конца с новосельем. На этом у нас все. Смотрите эту и другие программы на нашем сайте. Желаю удачи и поменьше коммунальных проблем. Субтитры делал DimaTorzok